Итак, каким образом появился забор на озере Увельды и преградил проход на пляж? И как же его удалось победить этот забор? Демонтировать, да? Да, мы сейчас поговорим с Виталием Безруковым, заместителем министра по экологии Челябинской области. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, вообще вот каким образом сложилась ситуация так, что вот какой-то человек взял и огородил этот пляж? Ну, на самом деле, на том месте была сельхозземля, у нее был собственник, который оградил данный участок забором и решил организовать там частный пляж. Естественно, не пускал людей, взял за это только плату, хотя по закону жители могут беспрепятственно подходить к воде. И 20-метровая зона от воды, она должна быть открыта от любых заборов. Ну, то есть, вот он взял, собственно, сам по себе решил, что он сделает такой пляж, и законных оснований у него не было? Ну, на самом деле, у него есть законные основания оградить свой участок, но не было оснований не пускать людей к водному объекту. А почему все-таки два года забор простоял, и только вот спустя некоторое время его сейчас демонтировали? Неоднократно по нему были обращения от жителей, выходили, делали проверки, сделали предписания на устранение, но предприниматели никак на это не реагировали. Поэтому пошли в суд, и уже очень длительно шли судебные заседания, около года, и только в конце года удалось добиться сноса в водозабора. И только в этом году, уже когда губернатор обратил внимание, судебные предприниматели оперативно вышли и начали сносить данный забор. Ну, а теперь ситуация какова? Теперь и местные жители, да и вообще любой желающий может посетить народный пляж? Да, да, да. На самом деле, да, сейчас там забора нет для людей, беспрепятственный доступ. Более того, губернатор поручил администрации Аргайшевского района рассмотреть проект, разработать, чтобы эти земли можно было как-то либо выкупить у собственника, либо предложить альтернативные участки для того, чтобы администрации в будущем здесь сделали муниципальный пляж. А вообще, это же не первая ситуация, которая возникает именно с такими закрытыми пляжами. Они как системно вообще решаются и решаются ли сегодня? Ну, на самом деле, решаются, да, но очень тяжело, потому что очень сложно признать нарушением, что нету доступа. Например, когда приезжают проверяющие организации, да, и даже посылают людей, чтобы прошли. То есть, людей спокойно пропускают к подному объекту, да, и очень сложно зафиксировать нарушение. То есть, именно поймать за руку, что не пускают людей. Вот, поэтому, конечно, когда такое происходит, возникают административные дела, и когда такое происходит постоянно, уже выходят суды, и уже тогда требуют сноса данных заборов. Это очень сложный процесс у нас на самом деле, да, как бы это, и в любом случае эта работа идет системно. И сейчас поручение такой губернатор дал, чтобы посмотрели по всем озерам, особенно особо охраняемым, где есть данные арендаторы с заборами, и везде обеспечили 20-метровой зоне свободный доступ к одному объекту. Спасибо еще раз огромное за ваш компетентный ответ. С нами на связи был Виталий Безруков, заместитель министра по экологии Челябинской области.